Итак, для крема 2 столовые ложки муки, 2 столовые ложки крахмала, 2 столовые ложки какао, всё по 2. Запомнить легко, потому что всё по 2. Добавляем сюда немного ванилина, теперь 2 стакана молока, но не сразу, сначала 1 стакан, размешиваем, чтобы не было комочков, потом второй стакан. Пропущу через сито, чтобы не было комочков. Итак, ставим на плиту, мешаем до загустения. Начинает густеть, мешаем интенсивнее, чтобы не прилипало. Всё, убираем с плиты. Пока горячая, добавляем 1 стакан 200 граммовый полный сахара, чтобы сахар успел как бы растаять. И мешаем. Посмотрите, сахар растаял, как блестит крем. Это при том, что мы ещё масла не добавляли. Пока мы мешали, крем достаточно остыл. Он не совсем горячий, чуть теплее, чем комнатной температуры. Понемножку добавляем масло. Масло у меня здесь где-то 180-200 грамм. Можно добавить при варке. Это не принципиально. Просто вот так вот он больше блестит. А так он на самом деле можно и сразу сварить вместе с кремом. Так, в общем, 180 где-то с лишним грамм у меня масла. Вот такой красивый крем. Пробую я всегда на вкус понять, достаточно ли масла. Всё достаточно, всё хорошо. Крем на самом деле легко вообще запомнить. Всё по два берём. То есть, если у нас молока два стакана, берём две ложки муки, две ложки крахмала, две ложки какао, один двухсотграммовый стакан сахара, ну, 200 грамм сахара и получается 200 грамм масла. Всё, всё ровное количество. Если вам надо крема поменьше, берём, допустим, один стакан, всё по одному, точно так же всё по одному. Ванилин щепотку. Я всё вначале добавляю, вот ванилин, в основном, чтобы он сварился. Мне так больше нравится. Крем очень вкусный, шоколадный. И займусь тестом. Прикрою чем-нибудь. Пока он жидкий немножко, видите, потому что у меня, я в тёплом виде, масло добавила. И пока он такой жидковатый, сейчас он застынет в холодильнике, будет покрепче. Видите, сахар он полностью растаял, пока горячим я добавила. Вот сахар в конце добавлять удобно при украшении, чтобы крем блестит. Здесь я, конечно, не буду украшать, просто хотел показать вам, как можно сделать блестящий крем. 270 грамм размягчённого сливочного масла. Добавляем туда 350 грамм сахара, много цедры апельсина. Цедра, значит, и сок одного апельсина. Взбиваем до бела. По одному взбиваем 7 яиц. Взбиваем 20atров. Смотрите продолжение в следующей серии. 50 грамм муки, добавляем крахмал 70 грамм, ванилин и разрыхлитель. Где-то 7-8 грамм разрыхлителя. Смешиваем. Мука уже просеянная у меня. Все перемешали, теперь понемножку добавляем в тесто. Теперь нам надо добавить какао. В какао добавляем где-то 4 ложки. И муку остальную, но не всю муку постепенно. Смотрите продолжение в следующей серии. Играет музыка. Я поставила на 40 минут, у меня еще 12 минут, не хочу открывать, но уже почти готово, запах уже чувствую. Прошло 40 минут, взяла зубочистку, сейчас проверю. Мне кажется, конечно, готово. Да, готово. Все, достаем и даем остыть. Квит наш остыл. Я разрезала посередине пополам. Разрезала, как всегда, неровно. Но ничего, у меня это нормально. Смазываю кремом. Крем досталось из холодильника, немножко еще разбила для пучности. Смазываю кремом. Кладем второй корж. Теперь будем делать глазушку. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть столовых ложек какао. Если взяли 6 столовых ложек какао, значит, берем столько же сахара. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все это хорошо перемешиваем. 120-130 грамм молока. Ставим на плиту. Постоянно помешиваем. Огонь мы делаем небольшой, средний. Масса уже начинает закипать. Добавляем теперь сюда 80 грамм масла. Вот так вот готовим до загустения. Она сейчас горячая, остынет и еще больше загустеет. Перелила специально в белую тарелку, чтобы вам было видно. Смотрите, какой блеск. Все, я потихоньку заливаю. Хоть он и не остыл, но уже, думаю, нормально. Смотрите, какой блеск. Все. 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 Посмотрите, какая гладкая и послушная глазурь. Сейчас немножко застынет. Запитается. И будем резать. Будем отдохнуть немножко. И будем резать. Посмотрите, края я не смазывала. Она сама стекла аккуратно. Все ровно. Я сделала толстый слой шоколада. Если вы хотите, можете сделать тонкий. Я думаю, если делать шоколадный тон, то лучше уже делать полностью из шоколада. Итак, в идеале у нас должно пройти несколько часов. Но у нас прошло всего полчаса. Все уже хотят попробовать. Вот так вот он выглядит в разрезе. Вот такая она мягкая. Это еще она не пропиталась. Прошло всего полчаса. Бисквит у нас получается с ароматом апельсина. Все мы хорошо знаем, что апельсин очень хорошо сочетается с шоколадом. И получается в два в одном ароматное и очень вкусное, значит, тортик такой. Ну, а у меня все. Всем пока-пока.